Привет, дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале. Очень долго не было меня, но вот она я опять. Можете меня поздравить. Сегодня я закончила третью четверть своего обучения. В следующий вторник я начинаю, то есть 24, по-моему, апреля, я начинаю свой последний четверть в школе. Тьму, я очень рада. И все вокруг меня. Потому что теперь я начну много-много стричь и много-много красить. Поэтому мы начинаем сегодняшний наш влог. И что еще я хотела что-то сказать, такое вначале красивое, но это я скажу потом. Заставочка. Я кушаю сейчас буду свой грибной супчик. Я пришла со школы сегодня раньше нас. Сегодня такой у нас был свободный день. Вот буду кушать мой грибной супчик с крекерами, потому что мой хлебушек черный закончился. Короче, диетка-диетка. Но не диетка такое. Хотелось сделать типа детокса весной. Так какой, блин, там детокс? Вот смотрю здесь моих новых блогеров, которых я стрю. Какой там детокс, баляха на улице. Весна у нас не собирается наступать, поэтому я и буду тянуть. Вы видите, что происходит? Поэтому я буду тянуть с детоксом, когда хотя бы сойдет снег. Вы знаете, я никогда... Тихо, назад, назад. Я никогда не думала, что буду в своем влоге вообще каким-то образом говорить о погоде. Вообще для меня тема погоды всегда была какая-то смешная. Говорила, боже, эти люди, которые говорят о погоде. Да я смеялась над своей мамой. Что там говорить? Мама, извини. Ну, мама знает эту шутку. Говорю, что ты постоянно проверяешь эту погоду в Израиле? Я говорю, что ты ее проверяешь? Ну, погода в Израиле. Окей, снег не начнется, дождь тоже не начнется. По крайней мере, если это не зима. Что ты смотришь в погоду? Что может измениться? Будет не 32 градуса, будет 29 градусов, окей. Сейчас я несколько раз в день проверяю погоду. Утром, в обед, вечером. Потому что погода меняется бесконечно. И, в общем, я пыталась, думала, я буду снимать, показывать. Ну, в общем, легче показать это вот так. Так примерно. Утром был Фризен Рейн. Сейчас просто снежок. 14 апреля, 2018 год. Канада. Это лучший слух видео. Я не знаю, как снег звучит. Канада. Ребята, вот какие у нас погоды в Канаде. Вот так, он маленько. Та-дам! Та-дам! Ужас! 17 апреля. Канада. Детокс. Мне, там, смешно. Ахо, макарошки с мясными жариками. Детокс полный. Приятного аппетита. Приобретение из Даллорамы. Давно-давно хотела купить. 4 доллара. Это такая пробка, пробковый ролл из пробки. План такой, когда побелка закончится, вот здесь у меня на кухне, вот в этом месте, мы этот ролл вот так вот развернем. И на нем будут записки, и работы разные висеть. Вот, например, чтобы Габи мне не развешивала, на стульях свои работы, как она любит, вон, листочки висят. Вот. Оно все будет висеть на вот этой стене. А если вы спрашиваете меня, где и когда ремонт, ремонт у нас идет, 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 но сейчас будет более активно. ПОДПИСМЕНТЫ Музика, музыка, музыка, Те тройго музыка, 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 музыка de la repubblica. Так, что у нас тут? Вау! Посылочка! Так, о, это то, что я ждала. Куинтри, сейчас посмотрим. Так, какая у нас упаковочка. Так, что у нас тут, что у нас тут, сейчас посмотрим. Ну, то есть, не что у нас, я знаю. Использовалась просто вот впервые вот этой стулькой. Так все качественно упакованно, чтобы прям, если ничего у тебя не трясанется. Ой, прелесть какая. Супер упакованно, как говорится, намеркво. Ух ты, смотрите, какие штучки лежат, чтобы вот, видите, такие, ну, прикольно. Но их полопать нельзя. Угости ножником, да. Пей, пей. Ой, да, ножницами разрезаются. Ой, боже мой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Они конфетку положили. Еее. Начи, нахи, я вам разберу конфетки на двоих. Вот, пришли аргаровцы. Аргаровцы за конфетку не пришли. Дошка, а ты где? Вот мы здесь все. Так. Ой, господи, боже мой, не раскрывается. Ой, янки-ямки, это ваши любимые. Это приятный подарок. Так, на тебе три. Видошки три. Так, один. Не надо спешить их кушать. Еще один. Даби, куда ты сунешься? Все, сразу укроп. Все, две мамы, идите отсюда. Боже мой, так прикольно. Ммм, вот такая нахлечка на холодильник. Вот такой рисунок красивый. Спринг. Ой, не, что это вот. Это такая фирма, через которую очень удобно покупать, если вы покупаете в Америке. Боже мой, как я ждала это купить. Я такая довольная, ребята. Огромная, огромнейшая вам. Спасибо. Счастью нет предела. Спасибо вам. Без вас я бы действительно не смогла это приобрести. Так просто. То есть, это либо, наверное, когда бы я летом только в Америку ехала. А так, это просто. Да, вы знаете, друзья, давайте я вам расскажу немножечко, просто, что такое Квентри. И почему решила воспользоваться именно этой компанией. Квентри это команда молодых ребят, которые сами выкупают товар на сайте магазинов, оформляют бумажки для таможни, аккуратно упаковывают посылку и отправляют прямо к вам домой. То есть, в принципе, другими словами, Квентри это, грубо говоря, ваш друг в США. Да, звучит неплохо. Я вам честно хочу сказать, как-то я хотела купить одну полочку профессиональную. И я начала искать там в сайтах каких-то, ну там, где мы обычно покупаем онлайн-шоппинг, делаем какой-то. И там были недорогие, классные, профессиональные полочки. И я такая думаю, куплю. Я давай заказывать. Написано, что доставка только в Америку. По Америке только в Америку. Вот когда мы были на Блу. Сейчас вы знаете, что у меня в Америке есть друзья. Но просить их напрягать, там, передавать деньги, отправлять. Люди работают, понимаете, напрягать. Идите на почту, там, отправьте, заправьте. То есть, вот это мне было очень неудобно. То есть, даже имея друзей в Америке, это не всегда удобно. И я сказала, окей, значит, буду ждать, когда поеду уже в Америку летом, куплю то, что мне нужно. А теперь не нужно дожидаться. Пожалуйста, пошел онлайн, купил все, что тебе нужно. И супер вообще, я довольная. А если вы живете в Канаде, важная приметочка, это услуга именно как бы для вас. Квинтри работает именно вот с Канадой. Если вы любите все, что связано с модой, косметикой, гаджет, я загибаю пальцы, просто не видно. Вот если вы любите активный отдых, если там, я не знаю, молодая мамочка или просто мамочка, которая любит какие-то там гаджеты новые для деток, любите там какие-то интересные шмотки, одежду и так дальше. Мы знаем, что в Америке это все стоит дешевле. Мы знаем, что не всегда из Америки можно заказать в Канаду. И сегодня действительно есть наши друзья в США, которые могут нам помочь выполнить эту покупку. Есть целая команда ребят, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю помогут вам выполнить онлайн покупку. Мы знаем, что покупка онлайн может быть непростой, правильно? Вот иногда есть какие-то нюансы при оформлении и так дальше. Я уже молчу про таможенные какие-то бумажки, декларации, которые нужно заполнять. Ребята со всем этим помогут помочь в чате, на их сайте, вконтакте, на почту можно им писать в поддержку. То есть как бы в этом плане саппорт конкретно, плюс русскоязычное влияние. Как вы смогли убедиться, вот упаковка это как бы, ну реально это все. Потому что товар, который они получают, покупают для вас на сайте магазина, он приходит к ним, они его распаковывают, переупаковывают для того, чтобы посылка дошла к вам в целости и сохранности. Потому что, ну вы знаете, путь от склада, из склада магазина до рук клиента в нашем случае очень-очень длинный. Поэтому, чтобы на этом пути с посылкой ничего не случилось, Квинтри используют прочный картон, проклеивают все углы. Внутрь кладут пластиковый мешок для защиты товара от промокания, пузырьки или пенопласт, чтобы не разбилось ничего. Сверху они клеят вот такой вот security лента от вскрытия и воровства, чтобы все в общем-то было в целости и сохранности. Поэтому я думаю, что это очень важно, особенно если вы покупаете что-то дорогое, какие-нибудь гаджеты и так дальше. Как я повторила, для канадцев это особенно интересно, потому что при покупке именно через этот магазин, он находится вот в штате, где покупка налога не облагается. Поэтому для нас это выгодно канадцев, это хорошо. Ну, а по большому секрету должна сказать, что, ребята, для всех, для всех, кто смотрит мой канал, бывшие страны СНГ, вот все-все-все-все-все, пространство европейское, вы тоже можете пользоваться услугами Квинтри. Просто на Европу это называется бандеролька. И самое интересное, та-да-да-дам, та-да-дам! Самое интересное это то, что, посмотрев это видео и перейдя по ссылке в описании к этому видео, вы сможете получить 7% скидку на услуги Квинтри при покупке через мой промокод. Поэтому все подробности смотрите в описании к этому видео. Покупайте онлайн. Квинтри, ваш друг в США. А вот самое главное, что мы купили туечки. Ну, то есть Костя купил, на самом деле я была против. Я сказала, что слишком много мы уже уложили, и так вот арт неблагодарный. А вот, Костя купил туечки. Ну, по всей видимости, они еще долго будут стоять в гараже, потому что с такой погодой посадить их будет, ну, нереально в ближайшие недели. Такой вот ужин обычно мы так не едим. И сегодня вот, чтобы они ели немножко, мы их так... Габи смотрит свое. И Дошка смотрит Орла и Решку. Мы с папой уже покушали. Вот. И начинается у нас тоже глаза косые, вечерняя наша рутина. Ну да, это... Ну, в банке надо задаться моргидж-брокер. Моргидж-брокер. Так как у нас прошло 4 года с тех пор, как мы оформляли нашу ипотеку, по закону Канады, каждый какой-то период ты должен пересматривать условия своей ипотеки. Это, грубо говоря, оформлять ее как бы заново. Ну, меняются условия, меняются там... Что цены, ну, не цены, а эти проценты меняются. Процентные ставки. Процентные ставки. Поэтому ты не можешь продолжать в том же духе, как 20 лет назад. Ты должен постоянно быть, так сказать, в струе. И у нас... Как, Кость, расскажи? Это отличает, можно сказать, от Америки и Канады. От Америки и Израиля. Израиля можно взять по 1% и на... И всю жизнь платить, пока не выплатишь. Да, пока не выплатишь. Может быть, там больше получается, но... Иногда, если очень низкие проценты в стране, то получается, надо обязательно 20 лет выгоднее. Да. Чем каждые 5 лет менять. Да. В Америке то же самое, кстати. А, серьезно? Да, Игорь берет. Едем ехать, едем ехать, едем жить в Америку! Там ипотеку можно взять на 30 лет и платить ее, как сейчас процентная ставка очень маленькая. Там можно взять по 3% и платить ей 20 лет. Даже когда будет процентная ставка 15%, они будут платить по 3%. Классно. Ну, пока не продадут дом, пока не поменяют, пока не вернуты, либо не поменяют. Ну, да, условия жилищные свои. Да. Это у нас называется амортизейшн, амортизейшн вперед. Амортизейшн вперед. Это на какой срок мы берем? Угу. То есть, до этого у нас было на 4 года. Это означает, что через 4 года надо было обязательно ее поменять. Нет такого, что ее не поменять. Я не знаю, что происходит, если ты не меняешь. Угу. Я думаю, в этом случае, если ты не поменяешь, то банк берет, что тебе очень много пенать из этого. Тот, которого ты сейчас берешь. Но обычно все пытаются поменять. Да, все пенят. И мы поменяли. У нас мы остались, получается, в том же банке, в котором мы и были. Нам не нужно было заново переоформляться, да? Да, нам не нужно было заново переоформляться. Ну, то есть мы как бы, Костя сделал ресерч, он позвонил в разные банки, узнал процентные ставки, и то, что было самое лучшее предложение у него из другого банка, он сказал в нашем банке, который хотел поднять нам, естественно, процентную ставку, ребята, вот так и так, мне предложили такую-то сумму, они сказали, дайте нам проверить, пару дней они проверили, да, и перезвонили, сказали, что да, мы можем вам дать эту процентную ставку, при этом мы остаемся в нашем банке, нам не нужно переоформлять все это заново, а только подписать новый договор, да, Костя? Ну да, при переходе с банка в Канаде новый закон, что надо проходить так называемый стресс-тест. Стресс-тест это проверка вашего инкома, расходы на дом, все разные риски они берут, но приход в другой банк это уже более рискованно, чем вот этого. Как вы делаете? Да, я сделал ресерч, мне кажется, в компании с 5-ю брокерами, ну не с 5-ю, может быть, 4-5, где-то я позвонил в разные банки, в разные компании, и самый лучший, который получился, я потом в конце позвонил в TD, на самом деле они начали звонили, но они предложили очень высокий процент. Я сказал, призвони мне через неделю, они что-то призвонили, но я не смог ответить, и потом они исчезли, но потом нашел самый лучший процентную ставку, и позвонил в банку в TD, и предложил, то есть они мне сказали, вот у нас такая сама, я сказал, вот у меня здесь, вы знаете, я нашел другой банк, там где выгоднее, и готовы ли вы делать то же самое. Ну и заняло 2 дня, я ничего не знаю, мы готовы, и на следующие 5 лет у нас получается, мы снова в TD. Процентная ставка какая, говори правду. А, секрет. Ну, в данный момент мы подписали по 3,24. 3,24% годовых. Да, в год. До этого у нас было 2,77. Да. Это фикс, то есть мы платим на 5 лет постоянный процент. Даже если он упадет. Ну, даже если он поднимется. И даже если он поднимется. До этого у нас был 2,77, сейчас будет 3,24. Если брать variable, кому интересно на данный момент, то что я самый лучший ставку нашел. Это было 2,55. Ну, это можно было и в TD тоже самое, наверное, выбить. Но TD мне предлагал 2,85 variable. Но TD невыгодно variable, наверное, брать. Ну, это то, что я нашел. 2,55. Короче, Костя, очень много цифр. Очень много цифр. Я думаю, нам хватит этих цифр, которых ты назвал, да? Нам хватит. Ну, да. Если кому-то нужно больше цифр, я могу дать больше цифр. Костя любит цифры. Так что, если у вас есть вопросы по цифрам, пожалуйста, комментарии к этому видео. Appreciation будет большой, если вы напишите. Надо было, чтобы помыть жирафчика своего. Доша, видишь, если ты шел мыться, я бы уже тебя не снимала. Мыться быстро! Сложно для меня вечером это загнать детей в ванну. Я уже сама переоделась в халат, чтобы чувствовать себя уютно. На самом деле, я думала, что, может, я еще куда-то поеду. Какой-нибудь магазин сегодня. Но я не поехала. Я здесь ложусь, потому что у меня моя спальня рядом с детской ванной. Доша моется в нашем душе. Поэтому он сейчас пойдет мыться. Габи уже сидит, выпаривается со своими игрушечками. Ой, все. Так что, можете меня поздравить. Я так рада, что я закончила уже эту четверть. Боже мой, слава богу. Еще одна четвертушечка. И все. В этом семестре мы будем, в этом семестре, в этой четверти, следующей мы будем уже изучать. То есть, все профессиональное закончилось уже. Мы будем изучать все, что бизнес. Как устроен этот бизнес, как построить этот бизнес, как быть успешным, как развиваться и так дальше. Все. И где-то со средины мая я возвращаюсь на свою последнюю стажировку, третью, в салон. И все. До конца июня я буду на стажировке. Так что, ребята, я еще раз приглашаю вас в свой салон в школе. По четвергам и пятницам будет проходить теперь день клиента. Напоминаю, что все бесплатно. Только лишь сервисы покраски или какие-то химические сервисы, типа завивки, если вы захотите, или выпрямление волос, или кератиновый тритмент будет стоить. Там символическую сумму по материалам только лишь. В моем салоне, если вы придете там, где я прохожу практику, то там будут с вас брать. То есть, стрижку, укладку я вам могу подарить в подарок, но за все средства вам придется заплатить. Ну и, естественно, там уже цена будет салона. Платить вы будете по обслуживанию, как будто я, как молодой стилист. Молодой мастер это называется. Они будут брать как бы услугу салона. Ну, кому как удобно. У кого-то у меня уже приходили люди, у которых нет проблем с оплатой покраски, которые хотели со мной просто познакомиться и посмотреть, как и что. Им очень понравилось. Фотографии просили не выставлять, поэтому, конечно, я подводить их не буду. Также сегодня в Израиле День независимости, 70 лет независимости. Дорогие израильтяне, все, кто смотрит, меня поздравляю вас с этим большим праздником. Небольшое вам отправляю празднование от моей мамы. Она вас всех поздравляет тоже с Днем независимости. Желаем этой великолепной стране процветания, укрепления своих позиций. Пусть все люди, которые живут в этой стране, будут счастливы. Продолжение следует... Ла-ла-ла-ла, la casa del merengue. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, y la casa de la bachata. ¡Hey! Música, 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 te traigo música. Música, música, música de la República. ¡Ajá! Música, música, música.